Библейский портал экзегет.ру представляет 104-й псалом. Достаточно длинный текст. Как и 77-й, здесь пересказывается история. История, которая простирается, которая имеет своей шириной пересказ от периода Авраама сквозь странствование евреев по пустыне вплоть до заселения имя земли Ханаанской. Как и 77-й псалом, здесь мы имеем дело с историей, написанной, скорее всего, для богослужения, на что ясно указывает, например, призыв к прославлению Господа. Обозначенный в первых шести стихах псалма. Контекст повествования существенно влияет на то, как пересказывается история для назидания следующих поколений. В 77-м псалме это была история Божьей милости и народного бунта, что привело к отвержению Богом северных племен и их культовых центров, а также избрание им династии Давида с ее политическим и религиозным центром в городе Иерусалим. Псалом 104-й отличается от 77-го по следующим трем параметрам. Во-первых, в этой истории ничего не сказано о Давиде и его потомках. Псалом 104-й заканчивается выходом Израиля из Египта с последующим или, так сказать, с подготовкой к последующему заселению в земле обетованной. Во-вторых, здесь вспоминается завет между Богом и Авраамом. Если не принимать во внимание ссылку на Авраама из 46-го псалма, фактически в псалтире это единственный гимн, в котором упоминается Авраам и при этом упоминается трижды. В-третьих, данная история ничего не говорит о неблагодарности народа. Здесь сосредотачивается целиком внимание на избытке при изобилии милости Божией. Все это, скорее всего, свидетельствует о том историческом окружении, к которому был изначально обращен этот гимн. Отсутствие каких-либо упоминаний о Давиде, скорее всего, указывает на эпоху, когда монархия не играла никакой роли в жизни народа. Но, безусловно, тема правления является важной для псалма. Но еще более важной является тема земли, земли обетованной. Для тех, кто слушал этот текст, им тема земли была важна в контексте обещаний Богу земли, обетованной своему народу. Обетование традиционно связалось с Авраамом. Но вот что интересно, допленные пророки фактически обходили Авраама стороной. Он стал выходить в пророческих предсказаниях на первый план только начиная с пророка Исаии. у которого можно найти в частности такое обращение к народу. «Ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Во времена неуверенности и сомнений народ мог слышать такие слова. «Посмотрите посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо он был один, когда я призвал его, и я благословил его и размножил его». Он одил, то есть малым числом. Семья состояла из нескольких человек. Указанное выше особенности становится понятно, если датировать псалом первыми годами после плена. К тому времени уже сформировались традиции пересказов древней истории Израиля в привычной для нас последовательности от бытия до второсаркония. И автор псалма, как видно, он выборочно черпает информацию из этих преданий. и рассмотрим детальнее стихи данного псалма. Первые шесть стихов. Псалом, как я уже сказал, начинается с призыва поклоняться Богу. Призыв этот повторяется снова и снова. Обратите внимание на ключевые слова. Благодарите, возвещайте, воспойте и поите, поведайте, прославляйте, веселитесь, ищите, вспоминайте. Перед нами такое поклонение Богу, которое пронизано радостной благодарностью за все, что он сделал, за все его чудеса, за его силы, за его присутствие. Кстати, слово присутствие вполне может указывать на ковчег Завета, где ковчег был, там, согласно богословию древнего Израиля, присутствовал и сам Господь. Итак, поклоняться значит петь похвальные песни, петь словословие, прославлять, прославлять все, что является подлинным, истинным у Бога и для Бога, ибо свято его имя. Произнесенные Богом суждения чаще всего в русском синодальном переводе мы встретим краткое слово суды, но слово суд может означать суждения, вердикты, постановления, божьи размышления. В данном контексте, в пятом стихе, имеются в виду вердикты, вердикты против всех угнетателей его народа. Примеров таких вердиктов были его знамения и чудеса. Такое поклонение к Богу преподносят все, кто считает себя потомками Авраама, раба его, детей Иакова, избранного им. В седьмом одиннадцатом стихах воспевается суть избранничества Богом народа. Повелевающий всем миром Господь является нашим Богом. Бог владел нами, как своим народом. Наши взаимоотношения были скреплены словом завет. Завет заключенный с Авраамом это завет вечный. Традиционные истории о завете заключенным с Авраамом впервые упоминаются в книге Бытия. Указанные в них обетования были торжественно подтверждены Исааку и переданы сыну Исаака Иакову, который в последующем стал называться Израилем. В цепи различных обетований, связанных с отношениями завета, центральное место занимает дарение земли ханаанской, земли, разделенной в наследие. Последнее выражение использовалось для обозначения имущества, обычно земли, то есть наследство это то, что передается в семье по наследству. В первую очередь, скорее всего, речь идет здесь о земле, разделенной между племенами израильскими во время их поселения в Ханаане. В восьмом и десятом стихах дважды повторяют слово вечный, который усиливается выражением в тысячу родов. О таком обещании, которое не могут аннулировать ни время, ни обстоятельства, надо было народ побуждать вспоминать. То есть псалмопевец, он нарочно обращает внимание, что здесь есть какое-то побуждение, надо вспоминать, вспоминайте, вспоминайте дела Божии. Бог же, напротив, не нуждается в такой подсказке. Он сам без напоминания помнит восьмой стих и поддерживает свой завет с народом. В последующих стихах автор псалма переходит к напоминанию исторических примеров, примеров преданности Бога своим великим обязательствам. Так в 12-15 стихах повествуется о патриархах, которые некогда были малым числом, немногочисленны. Чем исключается мысль, что верность Бога была как-то связана с их величием или их заслугами. Во второзаконии подчеркивается загадочность выбора Богом своего народа. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и хранит клятву, которой Он клялся отцам вашим. Хостя стиль повествования 104-го псалма иной, но здесь мы наблюдаем ту же самую осторожность в рассуждении об избрании Богом Израиля. Говорить об этом значит говорить о тайне и о чуде, которые, наверное, можно описать только одним единственным словом. Словом любовь. Любовью Бога по отношению к людям, той любовью, которая одинакова по своей сути и для Ветхого, и для Нового Завета. Так Евангелие от Иоанна использует то же слово любовь, чтобы пояснить суть посланничества на землю Сына Божия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. История о патриархах – это история о кочевниках, бродящих странниках, которые, как и первые читатели псалма, были пришельцами на земле, населенные и находящимся под контролем других людей. Хотя им были предопределены гарантии, Бог обещал им нечто, но они не чувствовали себя в безопасности. стих 14 вероятно относится к тем опасностям, которые постерегали Сару. Хотя Авраам назван пророком в книге Бытия, но в отличие от псалма там нет намеков, чтобы патриархов, таких как Авраам, называли помазанниками. В контексте псалма выбор этого слова может иметь достаточно интересный подтекст. Господень помазанник по-древнееврейски Машиах, отсюда Мессия. Это титул царя из рода Давида. Возможно, что когда такого царя на престоле не было, этот титул стал переноситься на патриархов и косвенно на их потомков, то есть на всех детей Авраама. Так у пророка Исаии есть интересная параллель, в которой завет вечный неизменной милости обещанные Давиду как бы демократизируются путем передачи их от царской семьи всему народу Божьему. Даже если это не так, даже если эти рассуждения не точны и не верны, тем не менее титул «мой помазанник» означает здесь тех, кто должен играть важную роль в замыслах Бога и находится под его защитой. помазанник Помазанникам в первую очередь считался священник и царь. Так мы знаем, что при посвящении Аарона на священство Моисей совершает над ним чин помазания. Это чин помазания потом из поколения в поколение передается от первосвященника к первосвященнику. Помазываются священники для служения в храме. В истории избрания царей, описанной в книгах Самуила, мы встречаем повествование о том, как пророк возливает елей на голову избранного Богом человека в цари. В более редких случаях это помазание относится к дару пророчества. Но скорее в узком смысле слова помазанники это священники и цари. Итак, помазанник. Помазанник человек, который поставлен на определенное священное служение. А царское служение со времен Давида оно тоже считалось служением священным. Если говорить о контексте данного псалма, то мы увидим здесь некоторую трансформацию идей. Уже в книгах пророков мы встречаем некое отождествление народа избранного с народом помазанным. И таким образом царственное священство оно как бы переходит на служение избранного народа служение свидетельства о Господе Боге перед другим народом. И вероятно, что именно эта идея богословская идея помазанничества всего народа вышла на первый план в эпоху плена и в послепленную эпоху, когда царя помазанника не было. И тогда такими помазанниками считались люди, которые в целом принадлежат к избранному Богом народу. Потом эту же идею царственного священства стал использовать и апостол Павел, который, обращаясь к христианам, называет их царством священником, родом избранным. И надо сказать, что эта идея еще до апостола Павла достаточно часто мелькает в межзаветной литературе, особенно в литературе, связанной с пересказом священного писания древнееврейского языка на арамейский, то есть на торгумы. В этих торгумах мы встречаем не только тексты пророков, но и их интерпретацию. Если мы сравним, например, греческий перевод книги пророка Исаии и арамейский торгум на Исаю, то вот что интересно, где Исаия говорит об отрасли в единственном числе, об отроке Господнем, то есть о некой личности в единственном числе, там в последующих переводах появляются ссылки на народ, который является этим отроком или отрасли. Таким образом, мы видим, что как минимум к третьему веку до Рождества Христова эта идея в ветхозаветной традиции уже начинает фиксироваться и в какой-то мере цементироваться. Ну, особенно эта идея вышла на первый план в апокалиптической литературе после восстания Маковеев, после 167 года Дрождества Христова, когда был осквернен храм, когда не только отсутствовал царственный род Давида у престола, но и даже аронитское, ну, то есть посвященное легальным образом священство. Тогда все перевернулось. Не было ни законного священника, ни законного царя. Ну, и тогда эти мессианские чаяния, они особенно, так сказать, получили большую популярность среди евреев. Итак, я же желаю подчеркнуть, что перед нами пересказ пятикнижия в контексте эпохи. Этот пересказ, он адаптирован для тех людей, которые воспринимают возвращение в Палестину, в Иудею, как некий новый исход, который во многом, во многом похож на исход евреев из Египта. И там, и там плен, угнетение, рабство, жизнь на чужой земле. Более того, и там, и там мы можем встретить некую аллюзию на переход через реку. Как при завоевании реки, завоевании ханаанской земли евреи перешли через реку Иордан, так и репатрианты тоже, они переходят из-за Ефрата, из-за Тигра, а потом переходят снова через Иордан. То есть, как бы, история повторяется. И именно им, этим репатриантам, очень важно было заручиться некими внутренними гарантиями, гарантиями своей памяти, что они не просто идут на чужую землю, они возвращаются на свою собственную родную землю, которая когда-то была обещана Аврааму. И поэтому слова в роды родов, в завет вечный, на века, они важны для псалмопевца, потому что таким образом этот завет воспринимается не как временный, то есть пока вы будете мне верны, до тех пор вы будете владеть землей, а нечто здесь появляется уже надвременное, то есть получается, что даже если мы будем неверны, будет верен Бог, это означает, что земля, обещанная Богом, она навсегда нам дана, вне зависимости от нашей этики. Так вот, что мне важно подчеркнуть? Мне важно подчеркнуть вот эти самые чаяния, возвращение на землю, то есть произошел такой кризис, политический, исторический кризис, связанный с Дахау, с Освенцем, с иными концлагерями, и после получения свободы евреи могли возвращаться на родину, и они себя спросили, а где же наша родина? Мы народ, у которого нет земли. Вот в этот период снова вспомнились заветы, данные Авраама, а оказывается, есть у нас земля, она наша земля, она давно нам Богом обещана, она нам дана в завет вечный. Отсюда рост этих всяких сионистских течений, вплоть до вооруженно-политических формирований, которые до сих пор действуют на территории Израиля, движимы этой идеологией, этой идеей, которая стала частью национальной идеологии, национально-освободительной войны. И так мы видим, что в некоторых случаях та иная темпоральная идея, идея, которая связана с условиями географическими, временными, а самое главное этическими, она со временем может переинтерпретироваться. Переинтерпретироваться так, что этика уходит на второй план, все, что после запятой в пятикнижах сказано, как если, если вы будете хранить, то вы будете жить на земле. Вот это если откидывается, и остается только одна часть. Нам Бог эту землю дал на веки веков. Все, точка, это наша земля. Ну, вот такая вот вещь. Отсюда рост этих всяких избраннических идей, что помазанники, помазанники, ведь до сих пор, если мы говорим о какой-то эсхатологии, говорим о мессианстве, мессианство в том формате, в котором мы его воспринимаем, оно существует только в христианстве. Его нет в таком монолитном виде в иудаизме, потому что в некоторых случаях мессия уже не ожидается как потомок Давида. Это невозможно практически установить по крови через столько-то тысяч лет, восстановить родословную, чтобы быть уверенным, что такой-то такой человек является скромным наследником Давида. Наверное, это уже невозможно. Только раз, что по каким-то вторичным признакам, как Коган, Коганович, они восстанавливают священнические какие-то фамилии. Или Левитан, Левицкий по этим фамилиям судят о том, что, наверное, он был из левитов и так далее. Но меньше мы можем сказать о том, как Давида. Так вот, в некоторых иудейских течениях мессия, он уже есть давно, это сам народ израильский, потому что уже до пришествия Иисуса Христа появилась эта интерпретация. Царственное священство это священство народа израильского. И служение этого царственного священства, избранчество, то есть равно мессианство, это жизнь самого народа. То есть это народ избранный, Бог его полюбил, потому что так сам захотел, не потому что народ был лучше или хуже, все. И, следовательно, как обратная перспектива, Бог Господь это Господь Израилев. Все. И точка. То есть для нас, когда мы поем за богослужениями Господь Израилев, мы воспринимаем его как тот Господь, который когда-то через Израиль явил свои чудеса. Но это не означает, что Израиль поставил на Боге копирайт, что он принадлежит ему, что для Бога Израиль это единственное, что он полюбил, а все остальные народы, они как бы остались на втором плане и до сих пор. Вот. И вопрос теологии, вопрос экзегетики, он здесь играет ключевую роль. Вот. Я уже вам говорил про одну из конференций, где соучаствовали католический теолог и иудейский. ну, повторюсь, если, может быть, что-то забыл или не слышал, выступал первый католический теолог, который интерпретировал с разных сторон завет с Авраамом и закончил примерно такими словами, что согласно апостолу Павлу мы все поверим в дети Авраама. После него вышел на трибуну иудейский теолог, который решил сделать эпиграф примерно такими словами. Мы-то точно дети Авраама, а вот в том, являетесь ли вы детьми Авраама, я очень не уверен. Вы знаете, я как-то давным-давно говорил с одним американцем в отношении того, какое поведение у типичного русского человека. А на что он мне с недоумением заметил, что а вот у нас в Америке нет типичного американца. У нас каждый человек это отдельная личность и особая планета. Наверное, то же самое мы бы перенести и в отношении современных евреев. Каждый человек он по-своему думает и мыслит в отношении своего призвания. Если уж в области религиозного иудаизма нет единомыслия, то сказать о том, чего ждут евреи, крайне трудно. те лица, которые уехали из СССР, достаточно светские, они ждут, что у них в городе сделают водопровод, что перестанут лететь ракеты из газа, что они съездят отдохнуть куда-нибудь на Кипр зимой или, может быть, повидают своих родственников в Ленинграде, он же Санкт-Петербург. в этом предел мечтаниях и заканчивается. А будет ли на том свете царство, один Бог знает. Это типичное мышление. Для людей религиозных там мнения могут разниться, но, повторюсь, они настолько могут быть диаметрально противоположны, что трудно сказать, если какой-то мейнстрим. понятно, что культуры и особенно господствующая культура в той или иной стране, они влияют на религиозность еврейства в той или иной стране пребывания их, особенно в Средневековье. То есть, скажем, еврейство, которое существовало на протяжении тысячи лет в исламских республиках, оно значительно отличается от еврейства, которое существовало в Западной Европе по своим культурным особенностям, по музыке, по текстам, фольклору, которые там родились. Поэтому вопрос эскатологии крайне сложен. Я думаю, что большинство жителей современного Израиля, их пределом мечтаний является обычная благополучная семейная жизнь. Может быть семейная, может быть несемейная, но как и среднестатистический русский человек, скорее там больше задумывается о том, чтобы система здравоохранения работала качественно, реформы в образовании были пореже, дороги получше, пенсии побольше, ну и через запятую можно поставить еще много тех вещей, которые созывают людей на Болотной площади. Ну вот примерно так. 16-й, 22-й стихи напоминают историю об Иосифе из книги Бытия. Иосифа продали египтянам в рабство, а затем бросили в тюрьму. Он претерпел различные испытания, посланные от Господа, доколе не исполнило слово его. Данные слова могут относиться как к сновидениям Иосифа о своем собственном будущем, о чем он говорил своим братьям. Так и к его способности правильно истолковывать сны со заключенных или даже сон фараона. Освободившись из тюрьмы, Иосиф стал премьер-министром Египта. Ноги Иосифа когда-то были стеснены оковами, буквально связаны оковами, что указывает на его тюремное заключение. Освободившись, он стал наставником для чиновников фараона, заставляя их подчиняться своей власти. Интересно, что в древнем еврейском тексте упоминается то же слово связывать. То есть он как бы связал этих чиновников послушанием себе. До этого он был связан сам, а освободившись он связывает других. Так все меняется. История Иосифа это рассказ о том, как человек поднялся из грязи в князи. Но все это случилось по Божьему промыслу. Бог предусмотрительно послал человека, согласно псалму, чтобы во время голода и недостатка основных продуктов питания в Ханаане гарантировать сынам Израилевым помощь из Египта. Об этом говорит сам Иосиф, обращаясь к родным братьям по книге бытия. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения жизни вашей. 23-26 стихи описывает, что случилось с народом, когда он был в египетской земле, в земле Хамовой. Этот раздел в общих чертах следует заповествованием книги Исход. Евреи в Псалме представлены как процветающий народ, который стал сильнее своих врагов, что вызвало ненависть и обман, лицемерие со стороны египтян. Псалом перечисляет только девять египетских казней, опуская при этом пятую и, возможно, шестую казнь из списка книги Исход. Возможно, что мрак, покрывший землю, 28 стих по девятой казни, который предшествовал последнему обращению Моисея к фараону, был для псалмопевца символом всей той мрачной бескомпромиссности, которая привела египтян к пренебрежению повелениях божьих и поставила печать на их судьбе. Их бедствия достигли своего апогея в десятой казни, в смерти египетских первенцев, которые здесь в псалме обозначены как начаток всей силы их. 37-42 стихи охватывают период от исхода из Египта до странствования по пустыне. В конструировании своего гимна псалмопевец весьма избирателен. Он ничего не пишет о переходе по морскому дну. Отрывок начинается с драматической смены обстоятельств. Народ, который был вынужден спуститься в Египет из-за голода, покидает Египет со всеми мыслимыми и немыслимыми богатствами. Идет не оступаясь. Египтяне, которые ненавидели евреев и жестоко их эксплуатировали, оказались только рады от них избавиться. Стихи 39-й и 41-й посвящены Божьему руководству, его защищающему присутствию, снабжению необходимой пищей и водой в пустыне. Все это рассказывается как доказательство того, что Бог всегда оставался верным обещанию некогда данному Аврааму. Заключительные стихи псалма возвращают нас к началу. с его призывом радостно петь хвалебные песни. Это всего лишь отголосок той радости и того веселья, с которыми народ покинул Египет, чтобы поселиться на Богом данной земле и овладеть тем, что другие приготовили своим трудом. Фраза «труд иноплеменных» может означать, что евреи наследовали уже обработанную землю и обжитые населенные пункты ханаанских племен. Описанная в псалме история от начала и до конца повествует о милостивой заботе Бога об избранном народе, даже в мрачных ситуациях. Вплоть до последнего стиха здесь нет и намека на ответную реакцию народа. Соответствующий акцент расставляет только последний стих. Бог ожидает ответ не только в виде торжественного поклонения, но и в виде ежедневного послушания, которое традиция связывает с Авраамом. Таким образом, псалом заканчивается на ноте, которая характеризует основную линию этики еврейской Библии. Послушание – это исполненный благодарности ответ на заботу Божию. Не случайно десятисловие начинается не со слов «ты должен», а со слов «я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства». Не исключено, как полагают некоторые, что заключительные слова псалма подготавливали сердца людей к слушанию десятисловия за праздничным храмовым богослужением. Псалом отражает историческую обстановку возвращения из Вавилонского плена на родную землю. Иудеи и окружающие территории были заняты чужими народами, которые заселились в опустевшие дома угнанных в плен евреев. В репатриации домой виделся новый исход из Египта и заселение землеобетованной. Чтобы подчеркнуть права собственности евреев на земле Ханаана, псалмопевец напоминал о том, что эти земли были некогда обещаны патриарху Аврааму. В отличие от людей Ветхого Завета, для которых и сейчас важно кровное родство и буквальное исполнение обещаний о земле, данных Богом Аврааму, в повествованиях Нового Завета указываются на отличительные черты потомков Авраама не от семени его, но по делам его. Граждане Нового Завета, граждане Небесного Царства уже не связаны с его географическим положением, а с Церковью, членство в которой определяется не расовыми или национальными признаками, а верой во Христа Иисуса и крещением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Община верующих состоит из тех, кто во Христе, кто во Христе, тот новая тварь и по вере наследник обетований Авраама. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Доктор КОНЕ1 Продолжение следует...